Мероприятие под названием выборы главы администрации региона И вот все эти депутаты, которых действительно 94-95% По всей Тамбовской области это депутаты-единороссы Они никогда не выйдут на вот такое публичное мероприятие Потому что кусать кормящую руку они не будут А во-вторых, они в принципе не для этого туда и шли Хотя на самом деле они как раз таки этим и должны заниматься Не доводить ситуацию до уровня федерального депутата Государственной Думы А они должны были, эти депутаты, чтобы вам не отвлекаться от своих насущных дел Не тратить ваши нервы, не собираться в декабре на пятитысячные митинги Вот эти депутаты должны на своем заседании этот вопрос решить Поэтому я юридически проработаю вопрос по поводу недоверия к вашему депутатскому корпусу И возможного их отзыва То есть как это надо сделать? Я со своими юристами проработаю вопрос И надо параллельно этим заниматься Потому что депутаты, которые голосуют за пенсионную реформу Депутаты, которые прячутся по вопросам мусорных проблем Их надо научить, что вы их можете отозвать То есть вы на выборы допустим не ходите По причине того, что в принципе не верите власти и депутатам Это как бы ваша обоснованная скорее всего позиция Я хочу, чтобы вы на выборы ходили Но к сожалению людей ходят на выборы мало Но зато люди могут прийти на референдум по отзыву депутатов И надо попробовать это сделать Следующий момент, на который я хотел обратить внимание Мы конечно же с вами обязательно еще раз встретимся Я к этой встрече подготовлюсь так, что Теперь у меня на руках будет ваше письмо Я соответствующие депутатские запросы направлю Для того, чтобы с трибуны Государственной Думы о чем-то говорить Я должен буду ссылаться на ответ прокурора Министра внутренних дел и соответствующего министерства и ведомства Объясню, почему я об этом говорю То есть я сейчас с вами пообщался Это не значит, что я на следующей неделе Об этом скажу с трибуны Госдумы Я получу ответ, когда на руки От органов, на которые я буду ссылаться Я их ответы озвучу У меня сейчас в арбитражном суде города Рязани Находится судебное дело в отношении меня А в Москве лежит тоже еще одна В отношении меня заявление Почему? Потому что те, ну я их назову преступники Судом еще не доказаны Которые крышуются властями О них теперь нельзя говорить в социальных сетях Что они преступники Потому что если я об этом выкладываю пост Даже в виде депутатского запроса А я это делал То эти люди, о которых я говорю в депутатских запросах Подают на меня в арбитражный суд Хотя там рассматриваются вопросы юридических лиц коммерческих И этот суд принимает к рассмотрению дела В отношении депутата Госдумы И для того, чтобы это все в социальных сетях крутилось И меня держать на коротком поводке Как они думают Они эти суды постоянно откладывают Вот когда в городе Липецке Придворная строительная компания Получила, не буду теперь ее называть Разрешение строительства двух 25 этажей Ну похоже же на полигон, правильно? А люди двора, в котором они эти две 25 этажки строят Позвали меня сначала Да, я туда приехал И я начал записывать соответствующие видеообращения Писать депутатские запросы И тогда губернатор, исполняющий обязанности Липецкой области Артамонов Бывший вице-президент Сбербанка Он сказал, что будут решать в рамках закона этот вопрос Да, вот мы сейчас рассказываем И что он тут не даст некоторым депутатам на этом заработать хайп И когда я направил депутатский запрос в Генеральную прокуратуру Прокуратура выявила нарушение Возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Росреестра И запретили эту стройку Потому что земельный участок был выдан незаконно Вроде бы все нормально И почему бы мне об этом не написать в своих социальных сетях Но эта строительная компания посчитала, что я на носу ущерб их репутации деловой И подали на меня в суд с иском миллион рублей Вторая женщина, которая уличена федеральной антимонопольной службой Будучи руководителем поликлиники в Москве Произвела закупки медикаментов на сумму 644 миллиона рублей У одного единственного поставщика по завышенной цене Ну вы знаете, у нас завышенные цены при закупках Когда кто-то хочет получить откат, правильно? Я соответствующий депутатский запрос направил в Генеральную прокуратуру Федеральная антимонопольная служба Просит Генеральную прокуратуру возбудить уголовное дело А Генеральная прокуратура почему-то этого не делает Я направил запрос Теперь эта женщина, являясь депутатом Мосгордумы От фракции Единой России Тоже на меня обратилась в суд Ну, хочу сказать, им кое-что удалось Они меня, видите, научили И теперь я, выступая перед вами Не могу вам точно сказать, что я вот завтра выступлю с трибуны Госдумы Я ваши письма получу Я направлю депутатский запрос